это не побоюсь сказать наша гордость из культиваторов целом я думаю что нет ему аналогов в россии никто таких не делает и по типоразмеру по линейке 4 типа размера 8 10 12 и 16 метров это 12 метровый понятно что 16 еще больше и естественно как у всех широкозахватных орудий всегда есть проблема в копировании почвы то есть чем больше орудия тем больше крылья секции и тем хуже они выравнивают поверхность почвы естественно они что-то уходят где-то лапки глубже глубже где-то выше не добиваются того нужного посевного ложа перед посевом и если все почему-то забывают что и в это же время они хуже вырезают траву для того чтобы этого исключить сделали секции по два метра то есть ширина этой секции 2 метра учитывая то что орудия большое и имея секции по два метра они лучше копируют почву эти секции сделаны каждый на своем главном подвесе то есть вот тяга установлена прям скажу что здесь установлен подшипник из шатта когда тяжело нагруженный узел вот их четыре тяги решает и что за подшипник скольжение шарика типа как вкладыши закаленного металла для особо нагруженных узлов и здесь система подвеса тоже рычаг тоже установлен подшипник сша то есть степень свободы секции относительно рамы носителя по вертикали создавали составляет парад порядка 12 сантиметров ну я так утрированно данных я не знаю не помню на память естественно сама секция относительно грамма носителя может двигаться в любой плоскости до вас плоскости да и она лучше копирует почву регулировка культиватор осуществляется только за счет сложной трапеции подъемом опусканием секции лапок относительно опорных катков переднего и два заднего хочу обратить внимание что стойки применяются ну как у всех наверное импортные либо белота либо бьянчи ну лапку мы делаем сами мы пришли к тому что у нас установлена 220 лапка с перекрытием 5 сантиметров мы пришли к этому исходя из того что 230 лапка и лоты там или 210 они больше осуществляют рыхлительную функцию то есть у них угол подъема грудки и боковых лапок более высокий наша ближе кпс нам более плоская то есть за счет этого она лучше вырезает любую сторону растительность и это доказано практикой то есть много есть уже накоплен и наш опыт и много видео в интернете где можно это посмотреть также хочу отметить что регулировка самой секции относительно опоры двух катков если вы поставить на твердую поверхность и поставить на первое отверстие то высота лапок будет минус полтора сантиметра то есть лапки на полтора сантиметра выше чем твердая поверхность на которой стоят катки для чего это сделано этот культиватор идеально подходит под посев культур которые закладывают на мелкую глубину два-три сантиметра до рапс свекла сахарная и так далее так далее к сожалению я не агроном мы сделали опять-таки мы учитываем нашу климатическую зону я имею до российские условия и нашей поверхности по разным регионам мы сделали специально трубчатый каток передний сделали трубчатым катком для чего он в такой комплектации в таком как бы исполнении он лучше больше имеет площадь опоры и лучше раздавливают крупную глыбистость земли плюс мы убрали исключили центральную трубу ее просто нет это место где в основном зарастает при повышенной влажности также у нас культиватор имеет два катка сзади они с навивкой агрессивной навивкой в разные разные стороны планчета зубчатый каток естественно он тоже без трубы без центральной и они имеют разный диаметр то есть передний каток до 320 миллиметров задний 280 естественно за счет разной навивки он не попадает след след и с разной скоростью вращаются то есть камень который проскочил здесь здесь естественно попадет всегда на зуб с большей долей вероятности на зуб и раздробиться на более мелкую фракцию всегда возникают вопрос как он выравнивает землю я скажу что у нас есть ну громаднейший же опыт когда осенью землю запахали весной заходят проходят один раз орланом и сеют то есть его воздействия на поверхность земли достаточно чтобы выровнять вырезать и подготовить почву под посев я как бы отдельно скажем так ну я называю радость агронома по-другому нет это наша планка выравнивающая и тоже нет аналогов не в россии нигде она имеет 6 регулировок по углу наклона переставлением болтов то есть вот если посмотреть вот 1 2 3 4 ну и имеете 3 имеете 3 еще здесь можно переставить то есть 6 регулировок по углу наклона и три по высоте почему она установлена сзади и я считаю это правильно потому что ее можно подстроить под любое условие она регулируется от агрессивного положения это где-то порядка 25 градусов до пассивного это 136 градусов когда и устанавливаешь агрессивно и поверхность земли пересушила за счет физику никто не отменял за счет большой скорости а я может быть говорил не говорил повторюсь что этот культиватор хорошо себя зарекомендовал на скоростях 12 15 16 километров в час за счет независимой подвески он не меняет свое тяговое сопротивление на крюки лапки всегда параллельны земли и тяговое сопротивление трактора всегда одинаково и когда устанавливаешь лапку когда устанавливаешь планку в агрессивном положении что происходит когда на большой скорости планка попадает на нее ну естественно регулируешь по высоте на нее натекает поток земли и физику никто не отменял крупный камень получает имеет больше энергии выскакивают наверх а земля которая более мелко ложится шлейфом сзади и в зоне посева получается однородная структура земли если сравнивать его с работы других культиваторов скажем так он у нас универсальный культиватор но с предпосевными культиваторами то фон получающийся после него поверхность получается более крупкокомковая но в зоне посева всегда хорошая качественная земля то есть именно нужной структуры другие же культиваторы просто вдавливают и сверху получается гладко а там где нужно сеять там получается не по тем требованиям агрон агрономии если же у вас допустим это 1 культивации когда у вас пересушенный тоже большой камень мы ставим в такое положение либо немножко даже еще вертикальнее и камень который все равно проскакивает между катками он здесь застревает и начинает перетираться катками если нужно если у вас есть нужно закрытие влаги то есть большая жара или там какие-то условия к сожалению не агроном я агрономию не знаю можно его поставить в пассивном положении и он будет делать обратное уплотнение то есть после комплекса мероприятий можно на глубину там опускание поднимания планки сделать обратное уплотнение земли вот поэтому эту планку всегда называют песни агронома